В программе новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Здравствуйте. Ответственность журналистов за каждое написанное слово, место и роль СМИ в современном обществе. Большой разговор на эту тему объединил в Минске несколько сотен медиаперсон из разных стран. Белорусская столица принимает в эти дни Всемирный конгресс русской прессы. Участие в основном в дни работы форума принял Александр Лукашенко. Обращаясь к участникам встречи, глава государства отметил, что сегодня профессионализм и честность в работе журналистов приобретает особое значение. Весь день камеры СТВ работали в выставочном центре, обеспечивая трансляцию. Все подробности в материале наших корреспондентов. Шановные сябры, Олеж, я не могу не проветать вас на нашей родной белорусской мове. И разом с вами поговорим с моей краиной, Республикой Беларусь, которая сегодня годна прямая 19-й сусветный конгресс русской прессы. Золотые перья русскоязычной журналистики из 52 стран слетелись в Минск уже во второй раз. Главная тема международного форума злободневна как никогда. В СМИ сейчас идут тектонические изменения. Традиционные площадки информации вытесняются новыми. Эра цифровой медиасреды стала настоящим вызовом работающим по старинке СМИ. Это цифровизация, это цифровая экономика. И поскольку здесь в основном газеты и журналы, то есть печатные, надо понять, что произойдет с бумагой через 3-4-5 лет. Ребята совсем не знают, что с этим делать. Мы тоже не знаем, что с этим делать. Но именно поэтому надо собираться и обсуждать. Настоящий зубр радиожурналистики Алексей Венедиктов для своей станции на этот вопрос ответил две недели назад, когда создал в ее структуре новую редакцию социальных сетей. Отдельные люди с отдельной головой, с отдельными умениями. Люди, которых я не понимаю, чей язык я не понимаю. Из моего заместителя я тоже не понимаю. Но я понимаю, что это надо делать. И вот мы так пытаемся ответить на этот вызов, который мы понимаем. Конечно, пока жива наука и идет технологический прогресс, перемены неизбежны. Язык тоже меняется. Не все речевые обороты 19 века дожили до 20-го. В 21-м столетии новые слова появляются чуть ли не с каждым новым гаджетом на рынке. Моей бабушке 94 года. Она опытный пользователь социальными сетями. Она пользуется абсолютно всеми мессенджерами, потому что ей надоело смотреть телевизор. Потому что ей надоело... У меня вот потрясающая фраза, которую она мне сказала. Ты знаешь, я поняла, что мне неинтересно ждать программу «Время». Я поняла, что вот мне стало интересно знать. Я включила и узнала. Вот это потрясающий драйвер. Обращая внимание на совершенствующуюся форму передачи информации, журналисты отмечают и негативные стороны. От упрощения языка до преобладания формы над содержанием. От фейковых сенсаций до оперативности вместо точности. Послушайте цитата. Придёт время, когда современные технологии окончательно заменят простое человеческое общение. И тогда мы получим поколение идиотов. Это сказал Эйнштейн. И вот мы видим, что это вот... Вот это вот, да? Сейчас, извините. Оно происходит. Вот это тоже вызов. Интернет даёт человеку возможность самостоятельно определять свою новостную повестку путём подписок. Тут принцип простой. Найти того, кто скажет то, что ты хочешь услышать. Но вот ставка СМИ на плохие новости. Они продаются лучше. Не приводит ли к излишней нервозности в обществе? Тема Конгресса — партнёрство во имя будущего. Приоритеты современной цивилизации. Очевидно, что для средств массовой информации главные приоритеты — это приоритеты общества и человека.